Здравствуйте! Подобрать растение для северного окна или для какого-нибудь не очень хорошо освещенного места составляет значительную трудность. И вот здесь нам на помощь придет такое растение, как колотея. Колотея хороша тем, что она красива практически круглый год за счет своих вот таких необычных пестролистных или как еще по-другому называется варегатных листьев. Вот это самое красивое растение из всех пестролистных растений. Колотея уроженец влажных тропиков. Она растет под полгом тропического леса и не нуждается в ярком освещении. Вырастить колотею на подоконнике довольно-таки просто. Единственное, что нужно ее прятать от прямых солнечных лучей и не допускать пересушивания субстрата. Дело в том, что во влажных тропиках земля всегда влажная. И вот эту влажность земли постоянную нужно нам обеспечить и в нашем горшке. Колотея очень интересна тем, что она ловит практически каждый лучик света. Хотя она и тени любимое растение, но свет ей все же нужен и за светом поворачиваются листья. И они обязательно будут поворачиваться в сторону источника света. А утром, когда в лесу света мало, ее листья вытягиваются и складываются вот примерно таким образом. И они похожи на ладошки, которые сложены для молитвы. Поэтому еще по-другому колотею называют молитвенным цветком. На что нужно обратить внимание, когда вы будете выращивать колотею на своем подоконнике? Как я уже говорила, равномерный постоянный полив, не допуская пересыхания субстрата. Лучше всего колотею держать на поддоне с галькой, на широком поддоне. Этим вы увеличите влажность воздуха вокруг растения, в котором она нуждается. Колотею не следует ставить на сильно освещенное место. Но и уж очень большая тень тоже не нужна. Это приведет к тому, что вот этот контраст, который вы видите на листьях, смажется, и листья станут просто обычными зелеными. Колотея любит подкормки, но обратите внимание, что подкормки для растений, для увеличения зелени растений ей не подойдут. Колотея любит прохладные места, поэтому северный подоконник для нее это самое лучшее место для проживания. Болеет ли колотея? Да, она болеет. Особенно вот эти нежные листики любят всякие разные наши насекомые вредные, которые живут на цветах. Поэтому постоянно осматривайте листья колотеи и очень внимательно осматривайте именно вот эту часть внутреннего листа, потому что они, бывает, скапливаются и там. И это особенно часто делаете именно зимой, когда включается батарея центрального отопления и активизируется паутинный клещ. Колотея цветет. Есть такой прекрасный экземпляр вот такого вот вида колотеи. И если мы посмотрим, вот здесь на верхушечке у него есть цветок. Цветок невзрачный, цветок очень оригинальный, невзрачный. Но, собственно, колотею-то и выращивают ради красивых листьев. Бывают сорта колотеи с мелко опушенными листьями. Вот эти растения опрыскивать не нужно. И вообще, когда вы поливаете растения, старайтесь не попадать водой на листья, потому что оно такие неприятные разводы на этих красивых листьях оставляет. Поливайте в край горшка. И постоянно смотрите за состоянием листьев. Для того, чтобы избежать заражения какими-то насекомыми комнатных растений, очень хорошо использовать либо палочки Доктор 8 стрел, либо палочки, которые содержат препарат, который убивает этих насекомых, ну, например, искра. И вот тогда вы обеспечите и питание растению, и защитите его от этих вредных насекомых. Надеюсь, наши советы помогут вам вырастить прекрасные, красивые колотеи и избежать их заболеваний.